Вы институт сначала закончите, только потом уже в преподаватели лезьте, а то у самих еще молоко на губах не обсохло, они уже английскому детишек, видите ли, учат. Вы что о себе подумали? Ам, ну, умение донести информацию не зависит от опыта или возраста. Есть много студентов, которые преподают лучше, чем их старшие коллеги. Я преподаю английский уже около четырех лет и только в этом году закончила институт, то есть пару месяцев назад я была и студентом, и учителем одновременно. И сейчас я расскажу вам всю правду о том, как я совмещала учебу и преподавание. Итак, немного из моей биографии. Начну с того, что я со школы мечтала стать учителем, и институт я выбирала соответственно своим целям. На первом курсе я устроилась в центр доп. образования, и так начался мой путь, который, в общем-то, и привел меня сюда, в Skyeng и на канал SkyTeach. За четыре года я поработала с детьми, с подростками, со взрослыми, подготовила своих учеников к ОГЭ, к ЕГЭ и к международным экзаменам, разработала и провела серию мастер-классов по постановке произношения и даже стала ведущей SkyTeach. Я очень рада, что пошла работать на первом курсе, и вообще всем советую это делать. И сейчас расскажу, почему. Несмотря на то, что я училась в ПЕДе, и у нас был целый ряд дисциплин по проведению урока, ничто не сравнится с реальной практикой. То есть сочетание теории и практики дает очень крутой базис для профессионального роста. Объясняя предмет, ты сам начинаешь в нем лучше разбираться. И в центре, где я начинала работать, от нас требовали, чтобы мы проводили занятия на английском. А это означает много языковой практики. В-третьих, попадая в нужный коллектив, ты начинаешь развиваться быстрее. Потому что, в первую очередь, есть наставник, который за тобой приглядывает. Есть коллеги, к которым всегда можно обратиться за советом. Ну и всегда приятно работать с людьми, если у вас схожие интересы. Более того, хорошие языковые школы всегда заинтересованы в развитии своих преподавателей. Например, в Skyeng огромным бонусом является то, что компания постоянно приглашает крутых экспертов и проводит различные мастер-классы по повышению квалификации. Ну вот даже тот факт, что существует наш канал, уже говорит о том, что школа действительно заинтересована в развитии учителей. И не только своих. Ну, а теперь о сложных моментах совмещения учебы и преподавания. Во-первых, это время. У меня иногда менялось расписание в университете, или пары переносились, или появлялись какие-то внезапные мероприятия добровольно-принудительного порядка. Соответственно, иногда появлялись накладки с моими уроками, причем не по моей вине. И приходилось как-то выкручиваться, писать родителям, переносить занятия, договариваться о заменах. В первое время это было очень стрессово, но на самом деле многие люди входят в твое положение, понимая, что сейчас у тебя в приоритете учеба. Зато круто прокачиваются такие навыки, как самоорганизация, тайм-менеджмент, коммуникативные навыки, потому что приходится договариваться с преподавателями в вузе, с родителями, с начальством. Вторая сложность, которую я на себе ощутила, это то, что в моем вузе, на моей кафедре, к сожалению, по какой-то причине работа не приветствовалась. Особенно по специальности. Но нам открыто заявляли, что мы еще ничего не знаем, что работать нам пока рано, мы никому ничего не научим и работу нас будет только вниз тянуть. С чем я лично, искренне, максимально не согласна. И для меня такая политика вообще была шоком первое время. Но для себя я решила так, что мне важнее получить опыт, чем пятерку за семестр. Следующий момент, который нужно учитывать при организации своего времени, это подготовка к занятиям. Когда ты только начинаешь преподавать, у тебя уйма времени уходит именно подготовку к урокам. И это абсолютно нормально. На один план урока у меня иногда уходило около двух часов. Но этому очень важно научиться, потому что, когда ты прописал уже много планов, тебе проще увидеть концепцию урока и распределить активности. В целом, этот челлендж совмещения учебы и преподавания меня многому научил. И должна сказать, что я получаю и получала большое удовольствие от своего дела. И мне было интересно учиться, узнавать новое и применять это на практике сразу. Поэтому мой вывод такой. Совмещать учебу и работу очень даже реально и очень полезно. Тем более, что сейчас это можно делать онлайн. И то, и другое, кстати. И в одном из своих следующих выпусков я расскажу вам, как начать преподавать онлайн, если вы никогда до этого этим не занимались. А еще у нас для вас есть прекрасные новости. 11 и 12 октября мы приглашаем вас на Sky Teach Festival, где мы раскроем все секреты, как студенту начать карьеру преподавателя. А также на фестивале вы сможете пройти профессиональный тест на уровень владения английским языком, по результатам которого получить возможность работать с Skyeng, как я. Участвую офлайн 11 октября в Москве, Минске и Екатеринбурге. И 12 октября онлайн по всему миру. Билет для студентов бесплатный. Подробности по ссылочке внизу. А я уже не студент, мне придется money платить. На этом не все. Напишите в комментариях, приходилось ли вам совмещать учебу и преподавание. Как вам это далось? И считаете ли вы, что это вообще нормально быть преподающим студентом? Или это слишком рано? Очень буду ждать ваших ответов. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и stay tuned! Bye! Тем более, что сейчас выйдет человек из соседней комнаты. И хлопнет дверью. Он еще постоит там? Абси! Небеси! Упак! 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 Упак!